Вы смотрите программу «Губерния» и вот главные темы выпуска. Автобус, который перевозил рабочих в Горино, вылетел в Кювет и опрокинулся. Есть пострадавшие. В другом ДТП погибла женщина-водитель. Был тяжеленький, в тяжелом состоянии. Здесь сразу назначили курс антибиотик. Отделение патологии новорожденных в 5-й детской больнице перевели его ДКБ. Там сегодня работала наша съемочная группа. Мы готовы показать, как спасают малышей реанимацию, палаты и оборудование. Например, это аппарат BabySense. Он следит за дыханием крошечного пациента. С января повысили пенсии неработающим пенсионерам. С февраля проиндексируют социальные выплаты. Насколько и ощутили ли это получатели? Расскажем. Будки установлены самовольно. Сердобольные жильцы дома по улице Льва Толстого установили будки, где живут бездомные собаки. И есть недовольные, ведь рядом два детских сада и площадка. Он меня покусал. Ездил в тракон делать уколы и потом ездил в хирургу, делал также уколы от бешенства. Разрешим ли конфликт, выяснял наш корреспондент. Академическая 38А. В этом доме барачного типа произошло обрушение потолка буквально пару часов назад. Все вот из-за этой трубы горячего водоснабжения. В жителе заметили протечку, но было уже поздно. Вода скопилась и вызвала обрушение потолка. В Шуйском многопрофильном колледже завершилась модернизация. Швейные цеха, ткацкие станки, испытательная лаборатория. Новая производственная площадка позволит обучать студентов на совершенно ином уровне. Зарядка и приятное общение во дворце спорта. Уже год есть бесплатный фитнес для пенсионеров. Стала в строй и корреспондент Барса. Вот, кстати, и для молодых людей тоже будет полезно. Мне так-то все и просто. Нога уже устала. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Сразу несколько серьезных аварий произошли в четверг на дорогах области. Утром на Родниковской трассе у деревни Рябинкино в ДТП попал автобус. В салоне находились около 40 человек, рабочие, которые ехали из Родников Горина. По предварительной информации пострадали 4 пассажира. Обстоятельства таковы. Автомобиль Hyundai пошел на обгон и зацепил переднюю часть автобуса. Пассажирский транспорт потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся. Здесь же следом произошла еще одна авария. Столкнулись две легковые машины. Пострадал один из водителей. Около 9 утра смертельное ДТП произошло на трассе Шуи-Хозниково. Автомобиль Chevrolet зацепил на повороте обочину. На кадрах как раз момент заноса. После этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в газель. Водитель легковушки погибло. Позже еще одно ДТП произошло на трассе Шуи-Иваново у деревни Ворожино. Там столкнулись сразу три автомобиля. Kia, Chevrolet и Niva. Водители корейской иномарки доставили в шуйскую ЦРБ с травмой головы и ушибами. С января повысили пенсии неработающим пенсионерам. С февраля проиндексированы социальные выплаты. Насколько ощутили это получатели, расскажет Марина Зинина. Пенсии в области получают более 300 тысяч человек. Большинству из них неработающим пенсионерам уже выдали повышенные на 4,8% выплаты в январе. Например, если пенсия составляла 10 тысяч рублей, теперь она стала почти 10 с половиной. Если была 20 тысяч рублей, стала почти 21. Если маленькие пенсии, копейки добавляются. Вот у кого большая пенсия, тот чувствует. А у нас как маленькие, так и есть. Я иду сейчас в общество инвалидов. Я туда хожу, помогаю. Ну, что получают? По 12, по 10 есть получают. А инвалиды детства. Что это за пенсии? С 1 февраля в соответствии с ростом инфляции почти на 12% повысили различные социальные выплаты. Касается это индексация федеральных льготников. Это инвалиды войны, участники войны, инвалиды всех категорий, первой, второй, третьей группы, вдовы погибших, военнослужащих. Короче, их более 50 категорий получателей. Материнский семейный капитал проиндексирован также. Различные выплаты семьям с детьми тоже проиндексированы. В списке ежемесячные пособия на ребенка до полутора лет. В повышенном размере за февраль их выплатят только в марте. Вырастут единовременные пособия при рождении. Материнский капитал на первого ребенка теперь составляет почти 587 тысяч рублей. На второго, родившегося после 2020 года, 775 тысяч рублей. Набор соцуслуг для тех, кому положены бесплатные лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд также проиндексирован. С 1 апреля мы повысим пенсии социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Процент уже конкретной индексации мы расскажем, наверное, уже в марте. Напомним, социальная пенсия назначается тем, кто не смог выработать достаточный трудовой стаж для назначения страховой. Выходят на нее на пять лет позднее. В августе, как обычно, скорректируют страховые пенсии уже работающим пенсионерам. Марина Зеина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В четверг наша съемочная группа побывала в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей при детской областной больнице. С 1 января количество коек там увеличилось до 40. Это связано с расформированием такого же отделения в детской больнице номер 5 в Иванове. О причинах мы рассказывали еще в октябре прошлого года. Ну а прямо сейчас Алина Марычева с небольшой экскурсией из детской областной. Вот это было на ручке вот сюда переклеили. Со своим малышом Надежда оказалась в детской областной больнице почти две недели назад. Мальчик попал в реанимацию с пневмонией. Был тяжеленький, в тяжелом состоянии. Здесь сразу назначили курсы антибиотиков, лечение. Все грамотно, все хорошо. И стали уже сразу улучшения. Несмотря на то, что это третий ребенок, Надежда говорит, что все постигала, как в первый раз. Обработка, кормление, пеленание. Персонал обучил всему. С 1 января отделение патологии новорожденных и недоношенных детей может принимать больше пациентов. Количество коек увеличилось с 20 до 40. Сейчас занята половина. Принимают деток из родильных домов, районных больниц и участков. С начала этого года здесь лечатся малыши, приписанные городской детской больнице номер 5. Там отделение расформировали в конце осени прошлого года. Познакомимся с отделением в областной. Палаты двухместные. Из особых удобств – просторная раковина для мытья малыша. А еще аппарат BabySense, прикрепленный к кроватке. Он следит за дыханием новорожденного. Сигнализирует, если оно остановилось. На этом же этаже все необходимые кабинеты. Например, ЛИУЗИ. Здесь же делают ЭКГ. В процедурном есть реанимационный столик, где проводят люмальную пункцию, то есть забор образца спинномозговой жидкости или установку катетера в вену. То есть идет подсветка, идет обогрев с установкой температуры. Здесь же у нас работает отсос. Это если аспирация или что-то у ребеночка. И здесь же подача кислорода централизована. Это постинтенсивная терапия, куда поступают дети из реанимации. Малышам требуются постоянные наблюдения и уход. Отделение снабжено двумя видами кюезов, а еще инфузоматами. Эти устройства позволяют отмерить и ввести маленькому пациенту точную дозировку лекарства, глюкозы, белков или углеводов. Лампа фототерапии нужна для интенсивного лечения желтух. Это молочная комната. Отделение Горда заявляет, что до последнего борется за грудное вскармливание. Если это невозможно, для каждого малыша готовят индивидуальную смесь. Есть у нас холодильники специальные для хранения смеси, холодильники для хранения грудного молока. Есть еще одна комната, в ней идет обработка бутылочек, то есть идет дезинфекция, обработка дальнейшее промывание и стерилизация. Внимание уделяют и мамочкам. Например, учат особенностям ухода за детьми с патологиями. Когда мама полностью адаптировалась и чувствует себя уверенно, ее переводят в палату совместного пребывания. Сейчас штат врачей полностью укомплектован. Акушер-гинеколог, невролог, окулист, офтальмолог, хирург, лор, ортопед и не только. У нас в штате теперь есть психолог, мы очень рады этому. Многие женщины после родов требуют какой-то психологической помощи и поддержки. Поэтому занятие с психологом совершенно возможно. Находясь у нас на госпитализации по уходу за ребенком, мама может получить еще такую помощь. Из пятой больницы сюда перевелся один доктор. Еще два устроились в первый родильный дом. По словам заведующей, отделение полностью укомплектовано и оборудованием. Единственное, о чем попросили директора Депздрава в ходе рабочего визита, о кроватке, создающей ощущение невесомости. Она используется для лечения детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. Дает хорошие результаты. Кстати, о них. План за прошлый год отделение выполнило на 107%. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания БАРС. Сердобольные жильцы четвертого дома по улице Льва Толстого построили во дворе будки. Живут в них несколько бездомных собак. Нашлись и недовольные. Рядом находятся два сада и детская площадка. Они говорят, что у нескольких прохожих псы покусали. Репортаж Ирины Афониной. Ежедневно, утром и вечером по тротуару через двор дома номер 4 по улице Льва Толстого родители отводят и забирают детей из детского сада. Территория находится под охраной местных собак, которых здесь не только кормят. Здесь обустроили будки для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Вначале была одна будка, где года два, по словам жителей, обитает кобель Степа. Его дети спасли от верной гибели. Позже добавился еще один собачий домик. Сегодня здесь ночуют еще четыре собаки. По слухам, некоторые имеют хозяев, которые о псах не заботятся. Пришлые животные, уверяет Снежана Морозова, не агрессивны. Кобель Степа, рыжий такой бег, это рыжий-черный, он очень агрессивный. Я могу сказать, что он лично меня покусал. Я ездила 19 мая, он меня покусал. Ездила в трофон делать уколы и потом ездила к хирургу, делала также уколы от бешенства. Отметим, во время съемок ни одной собаки не было. Кобель Степа личность известная. Директор приюта «Майский день» пояснила, что собаку отлавливали, стерилизовали и вернули в места обитания. Агрессию он проявлять не должен. Однако именно Степа, заверили жители, нападает на прохожих. Дети у нас здесь не гуляют. Мы все имеем маленьких детей, и у нас не по одному маленькому ребенку. Гулять мы не можем, они огрызаются, рычат. Впрочем, как оказалось, хозяином здесь себя чувствует не только Степан, но и его подельники. Вчера женщина шла с ребенком. Они здесь вот выскочили, три собаки. Я кричала, чтобы, ну, прикрикнула. Они, по крайней мере, слушают нас, вот, потому что мы живем в этом дворе. Собственно, поведение собак объяснимо. Их здесь кормят, есть крыша над головой, значит, надо отблагодарить. Как еще пес может защитить хозяина? Ему не объяснишь, что нападать на прохожих – плохая идея. Управляющая организация, обслуживающая данный дом, должна в самом надлежащем виде содержать территорию, а также обезопасить своих жителей. Решение об установке будок должно приниматься коллегиально на собрании собственников жилья. Участники сегодняшней встречи сообщили, что официально тема не поднималась. А попытки договориться с теми, кто заботится о псах, не увенчалась успехом. Мы хотим добиться того, чтобы снесли вот эти будки, которые построили сами жители, чтобы не было страшно ходить. Потому что, когда идешь с утра, именно все, здесь два детских садика, 135 и 27, все проходят этой дорогой. Снежана Морозова не один раз обращалась в опорный пункт полиции, но встретиться с участковым не удалось. Обратилась к юристу. Юрист сказал, что я ничего не докажу, что жители, некоторые жители этого дома прикармливают собак, что они поставили будки. Существуют правила содержания домашних животных, прокомментировала представитель администрации. Однако, большинство владельцев собак с ними либо незнакомы, либо игнорируют. Пока животных кормят, они никуда не уйдут. Привлечь к ответственности за кормление невозможно. Не подсудны они. Что же касается отлова, необходимо обращаться в комитет по экологии по телефону 412363, 412710 или в единую диспетчерскую службу. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Жители Ивановского микрорайона Ново-Ильинка вновь жалуются на вредные выбросы с предприятия «ИСМА» и неприятный запах. Причем не только в социальных сетях. Ими направлены жалобы в региональное управление Роспотребнадзора, прокуратуру и департамент природных ресурсов и экологии. Однако, руководитель предприятия Александр Мухин утверждает, что проблем с выбросами у «ИСМА» нет. Их выдумывают особо инициативные граждане, которые постоянно пишут жалобы в надзорные органы. По словам Александра Мухина, на заводе проводятся постоянные замеры воздуха. И они свидетельствуют о том, что экологические нормы не нарушаются. Напомним, что весной прошлого года на предприятии установили новые печи для обжига, которые фильтруют воздух в процессе производства. Ну а сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Сразу после нее не пропустите. Академическая 38А. А в этом доме барачного типа произошло обрушение потолка буквально пару часов назад. Все вот из-за этой трубы горячего водоснабжения. Жители заметили протечку, но было уже поздно. Вода скопилась и вызвала обрушение потолка. Зарядка и приятное общение. Во дворце спорта уже год есть бесплатный фитнес для пенсионеров. Стала в строй и корреспондент Парса. Вот, кстати, и для водых людей тоже будет полезно. Не так это все и просто. Нога уже устала. В региональном правительстве в четверг прошло первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам ЖКХ и энергетики. Речь шла о том, как управляющие компании справляются со своими обязанностями и как заставить управдомов, наконец, выполнять непосредственные обязанности на благо жителей. Пилотный выездной мониторинг состояния придомовых территорий показал, что к работе коммунальщиков, как со стороны населения, так и общественников, много претензий. Что же вызвало недовольство у членов комиссии, узнал Владимир Еремин. Я вот здесь сегодня проезжал в 12 часов. Специально проехал по всем местам. Здесь никто не работал, никто не стоял. Как только сообщили, что приезжает комиссия, резко вышла техника. А раньше это можно было сделать? Ну, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Улица Кузнецова, дом 57. Сосульки метровые. Управляющая компания «Варго» наняла автогидроподъемник. Правда, только в день визита ревизоров. Соседний дом улицы Менделеева. Картина аналогичная. Управдом жилищно-сервисной службы Ольга Нефедова пытается возражать заместителю председателя регионального правительства. Если мы по факту, нет, есть результат, неправда. Есть результат. Вот результат, я голову вверх поднимаю, вот на тот дом, посмотрите, там нет сосулек. Ну вы же не знаете, сколько домов в того дома. Мне без разницы, сколько домов в того дома. Мы вас услышали, принимаем еще больше мер. Жильцы жалуются. С управленцами незнакомы. Работой коммунальщиков недовольны. У вас как управляющая компания работает? Никак не работает. Вы директором видели? Нет, не видели. А как вот вы работаете, не знаем. Проверяющие фиксируют, прилегающая к дому территория не почищена должным образом. С крыши свисают сосульки. На козырьках подъездов, снежные шапки. Все так же и у 400-квартирного дома на улице Красных Зорь. Но привлечь к ответу управляющую компанию не всегда получается. Проверку госжилынспекция может провести, но по обращению граждан. И исключительно с идентификацией личности. Только тогда у контролеров будут развязаны руки. В данном случае управляющей организации будет выдано либо предписание, либо рекомендации. И управляющая организация будет привлечена к административной ответственности. Участники рейда заявляют, ситуацию можно переломить. Должны быть волевые решения и серьезные наказания. Я надеюсь, после таких рейдов будут приглашены управляющие компании, как говорится, на ковер. Сделаны определенные выводы. Должны быть и не жалеть штрафовать эти компании. Ну, там вплоть до уголовной ответственности. После осмотра проблемных точек участники рейда переместились в здание областного правительства. Там представили членов межведомственной комиссии по вопросам ЖКХ. Это руководители надзорных органов и общественники. Сегодня актуально переформатировать работу комиссии и изменить вектор самопривлечения общественных организаций к работе в этой комиссии. Одной из основных задач, которую должна выполнять комиссия, это реализовать, ну, можно назвать это такую живую цепочку. Увидел сообщение. Подобные рейды с участием СМИ решили проводить каждые 10 дней. Владимир Еремин, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». И еще об одной коммунальной беде. В четверг в доме на Академической улице обрушился потолок. Барак 50-х годов постройки признали аварийным. Но сами жильцы уверены, переселят их нескоро, а здание может просто рухнуть. Денис Воробьев продолжит тему. Академическая 38А. В этом доме барачного типа произошло обрушение потолка буквально пару часов назад. Все вот из-за этой трубы горячего водоснабжения. В жителе заметили протечку, но было уже поздно. Вода скопилась и вызвала обрушение потолка. К счастью, конкретно в этой квартире никто не живет, потому что три года назад здесь был пожар. Дом признан аварийным, но, как говорят жильцы, ждать переселения придется еще лет пять минимум. Дом разрушается на глазах, признаются жильцы. Барак пережил два пожара. Последний был прошлым летом. Часть дома сгорела дотла. Именно там находится элеватор, который контролирует давление и температуру в системе водоснабжения. Сейчас он расположен на улице. Проводка здесь вся плохая, никто ничего не делает. Сесаря приходят, ну, заменят маленький участок. И все. Им вообще больше ничего не надо. Здесь то, что у нас безобразие такое, элеватор на улице стоит. Вот, подходите, кто хотите, крутите, что хотите, что делаете. Это любой может доступно. К серьезному происшествию были готовы, отмечает Ирина. Опасения возникли неделю назад. В квартирах стало холоднее. В четверг женщина вышла на улицу и услышала про течку в нежилой квартире. Поскольку квартира сгоревшая, утечку долго не замечали. Вода скопилась на чердачном перекрытии. И под весом произошло обрушение. Обрушение потолка? Обрушение потолка, да, верно, как мы видим. На данный момент вызваны аварийные службы. Требуется отключение горячей воды. Люди, проживающие в соседних квартирах, эвакуированы. То есть на данный момент наша работа только ограничивать допуск сюда. Отопление сейчас только в половине квартир, рассказывают жильцы. После обрушения жилые квартиры не пострадали. Но их состояние пугает владельцев. Потолки провисают, в комнатах холодно, а проводка сильно устарела. Денис Воробьев, Иван Сахаров, телекомпания «Барс». Наша редакция обратилась в мэрию за разъяснениями, как быть жильцам и на что они могут рассчитывать. 7 февраля администрация города Иваново выпустила постановление о признании дома 38А по улице Академической аварийной и подлежащим сносу. Соответственно, до момента расселения в целях обеспечения безопасных условий проживания, как собственники, так и наниматели имеют право на определенные меры поддержки. Первая мера поддержки – это предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма. Это жилые помещения с ограниченным уровнем благоустройства. Чаще всего это либо комната в коммунальной квартире, либо в общежитии. Вторая мера поддержки – это предоставление денежной компенсации за аренду жилья. Обратиться за ней могут и собственники помещений в аварийном доме, и квартиранты. Выплата компенсации ежемесячная до момента расселения. Так, например, на аренду однокомнатной квартиры предусмотрена компенсация 8600 рублей, на двухкомнатную – 12100. Не для спортивных достижений, а ради своего здоровья и долголетия. В Иванове пожилые люди активно занимаются фитнесом. Бесплатные занятия проходят на базе Дворца игровых видов спорта. Сейчас на тренировки приходят по 60-70 человек в среднем. А начинали год назад всего с пары десятков желающих. Моя коллега Наталья Сергеева отправилась на занятия в группу «Здоровье» и кое-какие упражнения сделала. Давайте узнаем ее впечатление, а главное, как у нее самочувствие. Передаю ей слово. Согнутые колена груди положить на пол, выдох. В зале каждый сантиметр занят взрослыми спортсменами. Идут сюда по зову тела и тренера ради. За год, как существует группа, количество желающих ходить на фитнес, кому за 55 увеличилось в разы. Занятия проходят два раза в неделю. На сегодняшний день, спустя год, зарегистрировано 190 человек. Да. Но ходят, конечно, регулярно не все. Кто-то ходит каждую тренировку, кто-то раз в неделю. Василий Петрович тут постоянный клиент. Всю жизнь на спорте. Любительский занимался волейболом. Сейчас регулярно, помимо занятий в группе здоровья, пробегает по полтора километра трусцой и выполняет получасовой свой комплекс упражнений. Своим примером доказывает, что движение – это жизнь. Василий Петрович, не секрет, если сколько вам лет? Через две недели будет 84. Обалдеть! И вы в спорте, в активном? Ну, не активно, я считаю, но хожу вот в группу, как ее называют, здоровье, где здесь занимаемся мы физическими упражнениями, чтобы быть немножко всегда в форме. Заниматься здесь могут прекрасные дамы и кавалеры 55+, с пенсионным удостоверением. Нужно только получить добро у терапевта и допуск к физическим нагрузкам. В течение часа прорабатываются и укрепляются все группы мышц. Блок ЛФК избавляет от болей. Комплекс упражнений, он направлен на проработку глубоких мышц позвоночника, на проработку подвижности крупных суставов. Также работают все поверхностные мышцы. И во время комплекса упражнений много используем растяжек, потому что растяжки, они тоже улучшают и тонус мышц, и улучшают кровоток, питание всех органов и тканей. Проверяем нагрузку и выполняем часть упражнений. Тело остается довольным. Здесь не ставят спортивных рекордов. Все физические упражнения направлены на общее укрепление организма, людей именно пожилого возраста, чтобы им было не очень сложно, но при этом очень полезно для мышц, костей, для суставов. Вот, кстати, и для молодых людей тоже будет полезно. Не так это все и просто. Нога уже устала. Занятия для пенсионеров во Дворце спорта открылись год назад по поручению главы регионом. Проходят каждый вторник и четверг. Галина вот уже почти год не пропускает ни одного часа здоровья. Эффективность признает. Спина и ноги стали болеть гораздо реже. Но главное, здесь тренировки не только для тела, но и для души. Я ушла на пенсию в этом году, в прошлом году. И мне не хватало общения. А теперь что? У меня общение, у меня подружки здесь появились. Очень здорово. Потом можно и кофейку вместе попить. Не только мы. И в гости можем ходить. Нам очень нравится. Записаться на занятия еще можно. Новым лицам здесь будут рады. Особенно мужского пола. Здесь большинство женщин. Но мне очень бы хотелось, чтобы и мужская половина, может быть, услышит наш здесь голос. И будут тоже побольше сюда ходить, в это заведение. Но не только во Дворце есть такие занятия. В физкультурном комплексе микрорайона «Видный» с января заработали бесплатные группы по аквааэробике. Ждут жителей 65 плюс на водные процедуры. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Помощь в продаже любой недвижимости. Сопровождение сделки, оформление документов, срочный выкуп. Профессионально, быстро, честно. Звоните 26 18 34. В пятницу в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем 2,4 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный 5,7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Небольшое похолодание прогнозируют синоптики в выходные дни. Временами кратковременной осадки. Фестиваль талантов с Сергеем Крыловым в Рио. С 5 по 19 февраля. Приглашаются все талантливые дети до 16 лет на открытую сцену. Всех участников ждут ценные призы и подарки. Пой, танцуй, рисуй, твори вместе с Рио. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова